Дорогие друзья, Славка Болтун на связи. Со времени прихода Ивана Гамаза на YouTube, возвращения, поступало мне достаточно много и неоднократно всяких просьб, чтобы я записал свое мнение. Ну, расспросите, ладно, запишу. Поступила еще одна просьба, так сказать. Самая мерзкая, самая гнусная, самая отвратительная, самая чудовищная события вот этого года, скажем так, в интернет-пространстве, Рутубе, это возвращение Ивана Гамаза. Поистине переплюнуть все то, что, всю ту информацию, весь тот массив дерьма в прямом и переносном смысле, ну, ничто просто не переплюнет. Никакой панин с ногой, ничего не переплюнет. Ну, давайте все по полочкам разложу, но постараюсь немножко вкратце, да, сокращать. В общем-то, я знаком с Иваном Гамазом с 2011 или 2010 года. В 2011 году я, значит, сам прихожу на YouTube, и я уже тогда знал Ивана Гамаза, что есть такой товарищ. Но он на тот момент еще был в сети, но он уже не делал, по-моему, никаких обзоров. В общем-то, да, Ваня Гамаз инвалид второй группы, как выясняется. Я не хочу никак вообще оскорблять человека, просто чисто факты, да, и мое мнение, без оскорблений. Я постараюсь обойтись. Иван, Иван Гамаз, необычный, очень необычный обзорщик. Вы сами знаете, его вывел в свет такой Big Brain Максим Захаров, по-моему, да. Мой ВК знакомый, в общем, коллега, скажем так. Да, мне лично, лично, вот я вам честно скажу, Ване очень необычный стиль был на тот момент, вот эти его обзоры. Да, это было смешно, это было как-то глупо, но лично мне Иван Гамаз, вот тот старый образца 2011 года, его видео, его обзоры, мне лично он нравился. Он у меня был по душе, потому что в нем было что-то такое, знаете, такое детское, такое наивное, такое... Ну, это было классно. Ну, это, ну, кто бы что не говорил, но обзоры Ивани Гамаза, вот те старые обзоры, это было действительно классно, няшно. И я за эти обзоры, за эти видеоролики, я его и полюбил. И я действительно, я действительно считал его классным обзорщиком, классным блогером, но очень своеобразным. Пускай, который сам до конца не понимает, что творит ребенок, да, то есть он сам, но это было прикольно, это было забавно, это было весело, это было классно. И даже те видео, помните, два видео, ну, кто не знает, рассказываю, тоже на тот момент, 2011 или какой там год, перед тем, как Ваня ушел, устранился из Ютуба, из интернета, вернее. Хотя на самом деле, как вот сейчас выясняется, многие не знают, на самом деле-то уже люди-то вычислили, что Ванька Гамаз-то никуда. Да, на самом деле, ему родители Ютуб, интернет никто не отключал тогда, нет, нет, Ваня сидел на всяких площадках, как вот сейчас выясняется, кстати, немногие это знают. Так что Ваня просто сам прекращил, прекратил делать обзоры там, ну и ладно. Так вот, даже те старые видео, когда там он передергивал на испражняющихся коров, и еще, а, еще одно видео, как он там в тулики срал, извините за подробности, ну, сами прекрасно все знаете. Даже те два видео, как бы, ну, не поколебили во мне и во многих фанатах Ивана Гамаза, вот, не перечеркнули все то, что он делал до этого, да, ну, было, ну, у кого-нибудь, у каждого блогера есть, так сказать, в шкафу свои скелеты, да, у каждого человека, собственно, они есть. Так что ничего такого, фанаты остались фанатами, и все в таком духе. Я, собственно, никак это на меня не повлияло, я все так же любил Ивана Гамаза за его видеоролики, как видеоблогера, да. Немножко я с ним переписывался, даже в одно время, уже когда он перестал делать видеоролики. Кто помнит те времена, 2011-12, я не помню, даже, наверное, 13-14. В общем, Ваня все, все же занимался, иногда изредка выходил на связь, занимался какой-то деятельностью, и у него был период, когда он делал игрушку, кто помнит, да, и там еще онлайн-трансляции всякие пускал, по-моему, на Смотри Коми, это, да, это еще было, и я был на этих трансляциях, там, в общем, он делал игрушку, если не ошибаюсь, потому что с умом Ивана Гамаза тут, знаете, не каждый, так сказать. Игрушка, по-моему, называлась «Мир вокруг себя» или «Мир вокруг тебя». В общем, это, по сути, должна была быть игрушка с открытым миром, вот, и я ему в чем-то, даже в чем-то с переводом английским помогал, еще в чем-то, и еще мы пересекались немножко, там, чуть-чуть переписывалось, но это все длилось недолго, это все длилось мало, естественно, он, он-то меня уже сейчас, конечно, и не вспомнит, вот, да и вообще, на самом деле, я хочу сказать, что, к сожалению, на данный момент уже и не существует никакого Ивана Гамаза, да, он может называть себя Иваном Гамазом, но это чудовище, которое пришло ему на смену, я никак, у меня язык просто не повернется назвать это тем старым, классным, прикольным, наивным парнишкой, вот, со своеобразной внешностью, со своеобразной манерой речи и так далее, да, это не тот, я не знаю, его подменили же, что это не тот Гамаз, это не тот Гамаз, в общем-то, и вот, когда он пришел на YouTube, ну, вернулся, да, ну, когда это, ну, грубо говоря, год назад, да, может быть меньше, может быть больше, я точно сейчас не помню, у меня, значит, это, это было, это было, блин, это, это, знаете, это было что-то, я уж думал, что вот, легенда вернулась, но так думали и многие, легенда вернулась, хрена вам, легенда оказалась давно просрочена, легенда не та, да и вообще, как оказывается, какая же это легенда, ну, да, легенда Иван Гамаз, но теперь это не Иван Гамаз, в общем-то, сразу стало понятно, что это совершенно уже не тот человек, ну, понятно, все взрослеют, все взрослеют, сейчас Ваньке Гамазу, по-моему, 28 лет, да, 28 лет, понятно, он повзрослел, он уже неинтересны игры, но, ладно, тебе игры неинтересны, но я увидел совершенно, ну, буду говорить, как есть, без оскорблений, но, тем не менее, надо сказать, что я думаю об этом, я увидел совершенно лицемерного, очень невероятно хитрого человека, который очень умеет, умело, умеет, действительно, что я заметил, он умеет просто мастерски манипулировать людьми, вот так как манипулирует вот этот Иван, инвалид второй группы, ну, это, знаете, это нужно и можно многим поучиться, я совершенно серьезно, на полном серьезе говорю, как он умеет манипулировать людьми, как он умеет, где надо поплакать, где надо сделать злую гримасу и так далее, вот, вот, это действительно профессиональный манипулятор, который умеет выманивать деньги, да что, представляете, это, это шуму непостижимо, человек, которого любят масса народу, приходит на ютуб, возвращается, о, легенда вернулась, и он сразу же, сразу же, еще ничего нету, еще ни одного подписчика, собственно, опять не набралось, он сразу объявляет, ну, что ж, ребятки, все, я, типа, пришел на ютуб, и я пришел с целью заработать денег, ну, ну, как это, что, ну, ладно, ладно, я, каждый имеет право, ладно, бог с ним, хотя это, конечно, было очень некрасиво, тем не менее, люди ему нехило так донатят, и донатили, ладно, но потом, что, что вылилась, так сказать, вот эта вся информация с, с этим, с дерьмом, в прямом смысле, наверняка это коснулось каждого, кто знает, кто такой Ван Гамазл, я, я вам скажу, что Ваньке Гамазлу теперь уж не отмыться никогда, к сожалению, но он свое имя проепип на, на все время, и что бы он ни делал, что бы он ни говорил, ему уж никак не отмыть этот позор, да, естественно, он, он заработал денег, он заработал денег, и продолжает зарабатывать, дело еще более лютый трэш, еще более, но, я хочу сказать, что, действительно, я не думал, что у нас, что это настолько все запущено, что это действительно, к сожалению, но это видно невооруженным взглядом, это действительно больной, глубоко больной человек, ну, приколы приколами, но, это уже не приколы, когда это продолжается так, такое продолжительное время, да, длиться, когда он делает то, что он делает множество раз, но это уж не приколы, это уже не хайп, это уже просто пи-и-и-и-и-и, сами понимаете, что вот эти все видеоролики, где он крупным планом, ну, вы знаете, да, и у себя в комнате, блин я не понимаю родителей я не понимаю родители я не блин ну конечно же те кто знаком с иваном камазом давно знают что у него вот эта тема проскальзывала нас к профильская тема просто проскальзывала на стримах и тема с детьми хотя опять же тут не ну ни в чему как бы на тот момент придираться ну было и было ладно у каждого скелета каждый может шутить но вот теперь понятно только теперь понятно что это были это были не шутки он действительно ему ему это все нравится в этот движуха с говном это движуха с говном от которого просто всех нормальных людей я просто блин тошнит противно отвратительно мерзко гадко а ему это нравится ему это в кайф и я даже не хочу рассматривать его ну наклонности голубые потому что он тоже сейчас же говорит что да типа ему ну выясняется что ему оказывается эта девочка не нравится ну ладно это голубая тема это 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 в принципе сейчас уже никого этим не удивишь но вот вот тема говна тема говна в истории ивана гамаза это конечно оставила большущие коричневое пятно на его репутации на его имени и естественно но тут уж нечего говорить можно только разводить руками а вот ну понимаете но человек настолько уже не хочется говорить кончен и хотя это слово конечно как нельзя лучше подошло бы сюда но настолько даже дошел до ручки что все все он он все барьеры перешел перешел все барьеры он теперь же вы знаете стриме ты на на не буду называть но на известной площадке где люди да там за за денежку раздеваются и всякие ужасы мерзости творят вот ну в общем ваня гамаз вот вот это ваня гамаз честно скажу я никогда бы не подумал что этот прикольный товарищ 2011 года пошива до пошива 2010 9 11 12 и так далее года пошива вот в 2019 году предстанет 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 перед нами вот в таком вот гнусном отвратительном мерзком о блин мне даже плеваться хочется обличий а я на самом деле конечно мог и раньше записать подобный подкаст мне просто реально было противно вот трогать и я считаю что возвращение ивана гамаза это это самое большое разочарование в youtube ну в рутуба самое великое разочарование рутуба за последние много-много-много-много лет потому что такого дерьмище я имею ввиду контент что делает иван камаз да и собственно то кем он стал как я же говорю не только понимаете я же говорю не только об этих извращениях которыми пестрит youtube об иване гамазе все собственно наглядно да он сам собственно не скрывает он не скрывает посмотрите ролик он говорит да я типа такой ну и сама личность его понимаете могут быть какие-то наклонности но может но человек-то и наклонность немножко разные вещи а тут понимаете сам самоличность то есть он прогнивший полностью он лицемерный он лживый он манипулятор жесткий он просто деньги вы не выманивает еще радуется своему вот такому то что он может себе это позволить вот я даже не говорю о внешности но внешность но инвалид да но вот его натура его натура это 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 гадко просто гадко все ребятки вы меня просили я записал подкаст выразил свое мнение к сожалению разочарование в гамазе пришло очень быстро а после его прихода лично у меня я еще еще не было этой к профильской темы но вот он вернулся на youtube и я понял что это не тот это не тот иван гамаз это лицемер какой-то это это отвратительная личность и потом когда вылезла вот эта вся тема с говном ска профилией но это все это это последний гвоздь в крышку гроба вогнала и все короче фурки не хочу ничего и никак они как прикасаться к этой тематике все иван гамаз для меня иван гамаз остался в 2000 каком там одиннадцатом десятом девятом двенадцатом когда эти были еще обзоры все 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 ребят все славка болтун был на связи пока